здравствуйте дорогие друзья меня зовут юля и вы на канале о вязании сегодня у нас с вами мастер-класс подробнейший по вязанию вот этого кардигана кардиган называется софия буду вязать на 44 46 размер то есть для себя планирую что длина кардигана будет до средины бедра ну а там посмотрю насколько хватит мне пряжи данный кардиган вяжется из пряжи валенсия деним эту пряжу предоставлю интернет-магазин кудесница ссылочка будет внизу в описании под видео 100 граммов 280 метров состав 45 процентов мериносовая шерсть 10 процентов хлопок 15 процентов нейлон 30 процентов акрил спицы рекомендует от 3 до 3 с половиной отпаривать на единичке цвет mj 15 кардиган буду вязать на спицах номер четыре хотя производитель рекомендует три с половиной но я хочу чтобы он драпировался был такой воздушный поэтому я взяла спицы немного большего размера и так сейчас немного поговорим о технике исполнения этого кардигана кардиган вяжется начиная от воротника это затылочная часть воротника мы будем вязать сначала в левую сторону воротник потом поднимать петли и вязать в правую сторону как вы можете видеть на затылочной части будет очень красивый узор виде ромба то есть все аккуратно петля в петлю после стирки он еще расправится будет более привлекательнее выглядеть поэтому я очень вам рекомендую связать этот кардиган мастер-класс будет подробный также вы видите что здесь край зубчатый покажу вам как провязывать кромочную чтобы добиться вот такого результата узор очень красиво здесь применяются шишечки покажу как их вывязываю я чтобы они не проваливались а были сверху узор очень нежный вы сможете его применять в любом изделии вы можете связать какую-то кофточку для своего ребенка или для себя это не обязательно чтобы был кардиган сложность заключается именно в том даже не сложность все очень просто я покажу как начинать вязание от воротника а потом все идет как бы вы вязали просто регуаном сверху вниз обычный кардиган или обычную кофту так надеюсь это понятно сейчас покажу вам узор вот этот ажурные листья вот он вы можете сделать скриншот также схема этого узора будет у меня в группе вконтакте и в телеграме ссылочка внизу в описании под видео переходите сохраняйте и вяжите с удовольствием я думаю точнее не думаю я уверена что у вас все получится и так для того чтобы начать вязать этот кардиган нам понадобится рулетка спицы нужного размера вы можете взять любую пряжу и любые спицы которые подходят до этой пряжи также нам надо будут вот такие булавки и всех правильно называю две штуки и крючок счетчик рядов можете взять ну я в принципе счетчика вижу там все очень просто запоминается видно какой ряд сейчас вяжется покажу вам как связать более аккуратную регуанную линию чтобы она шла в один ряд у меня немного не так потому что я уже не хотела перевязывать но этого легко добиться я вам скажу как провязывать прибавки вот принципе и все сейчас мы с вами начнем вязать воротник но перед этим я покажу как вам сделать измерение и узнать какой длины вам нужно вязать воротник и так чтобы узнать какую длину вязать воротника нам нужно с вами взять какой-то джемпер какую-то кофточку и по ней сделать измерение только берите джемпер чтобы горловина была приблизительно по ширине которую вы хотите связать кардигане то есть не нужно брать джемпер который спускается на одно плечо понятно что там будет горловина намного больше нам такой кардиган не подойдет берите ну средняя где-то не водолазку конечно обычный джемпер который прилегает горло и так ищем середину горловины вот она у меня здесь прикладываю рулетку и измеряю до регланной линии постарайтесь найти джемпер чтобы у него была регланная измеряем вот это у меня где-то 18 19 уже многовато 18 сантиметров мне нужно провязать 18 сантиметров в одну сторону воротника и 18 сантиметров другую сторону это понятно сделали измерение по своему джемперу это пока все что нам нужно для того чтобы начать вязать кардиган и приступаем к самому вязанию воротника или к планке мы будем начинать вот с этого места и вязать в левую сторону у меня 5 рапортов то есть 15 сантиметров я вам рекомендую провязать где-то 18 19 сантиметров в одну сторону планки воротника и 18 сантиметров другую сторону если у вас есть какие-то вопросы пишите внизу в комментариях ну продолжим с вами подробный мастер-класс я уверена что во все получится и так приступаем к вязанию узора для этого я беру пряжу с которой буду вязать кардиган спицы нужного мне размера то есть основные которыми буду вязать все полотно моем случае это спицы номер 4 вы же подбирайте те спицы которые подходят к вашей пряже также для того чтобы вязать шишечки нам понадобится крючок у меня номер два вы можете взять любой и 1 75 и два с половиной но не берите очень большой потому что шишки не будут держать форму и они будут огромные и не будет эффекта нежности так что я вам рекомендую или 1 75 ну допустим до двух с половиной так смотря конечно еще какая у вас пряжа толщиной если вы вяжете на спицах номер пять то подойдет крючок для шишек и номер три даже четыре ну вот я вам покажу узор рисунка планки раппорт 19 петель и 8 рядов этот узор вы сможете найти моей группе вконтакте ссылочка будет внизу в описании под видео но в том узоре печатном нет вот этого ряда скрещенных петель вы просто если что его дорисуйте если будете распечатать или имейте ввиду что у нас 19 ряд идет скрещенные петли вот так здесь нет ничего сложно у нас чередуются убавки прибавки и конечно провязывается шишки в одном раппорте очень все легко на изнаночной стороне вяжем принципе по рисунку вот здесь видно что на изнаночной стороне мы еще провязываем изнаночные петли то есть на изнанке вяжем вот в этом месте лицевые петли вот здесь лицевые вяжем вот тоже повторяются вот в этих местах На изнанке вяжем лицевые петли Потом на лицевой стороне они будут выглядеть как изнаночные Вот здесь тоже вяжем на изнанке лицевой И вот в этом ряду вяжем лицевой На лицевой стороне они будут как изнаночные Надеюсь, это все понятно Можете сделать скриншот Если у вас нет доступа в мою группу По каким-то причинам вы не можете войти в контакт То можете сделать скриншот Мы будем провязывать изначально первый ряд лицевыми петлями Вот это два нуля, у меня он обозначается И вяжем полностью лицевыми петлями Потом второй ряд, у меня это ноль с точкой Мы вяжем вот таким образом И дальше у нас уже будет раппорт повторяться с первого по восьмой ряд То есть вот эти два ряда мы провязываем лишь один раз Думаю, это все понятно Итак, для того, чтобы начать вязать планку А именно с нее мы начинаем вязание всего изделия Нам нужно набрать на спицы 24 петли Здесь усчитаны и кромочные, и изнаночные Которые будут отделять от рисунка основное полотно Я набираю на спицы 24 петли обычным способом Здесь будет еще один момент Я покажу, как провязывать кромочные петли Мы их не будем снимать, а будем провязывать лицевыми петлями Итак, я набираю 24 петли Этот набор является одним для всех размеров кардигана То есть это мы вяжем планку Размер будет зависеть от того Сколько у нас будет длина этой планки Высота регланной линии И сколько будем делать прибавок в регланных линиях Вот от чего где-то зависит наш размер Но об этом мы поговорим с вами позже Я набрала на спице 24 петли И первый ряд мы с вами провязываем лицевыми петлями То есть это два нуля ряд тут Кромочную провязываем лицевой Провязали кромочную Две изнаночные Вяжем 19 петель лицевыми петлями 19 провязала Вяжем изнаночную И кромочную провязываем лицевой Разворачиваем наше вязание Вяжем следующий ряд Второй ряд, который мы с вами будем вязать только один раз Кромочную провязываем лицевой Изнаночную провязываем лицевой Вторую петлю Дальше вяжем 5 изнаночных Один Четыре Пять Вяжем лицевую 7 изнаночных Лицевая 5 изнаночных Провязываем Провязываем две лицевые И кромочную провязываем лицевой Вот эти две лицевые Что мы провязали Это две изнаночные На лицевой стороне Которые будут отделять планку От основного полотна Так, теперь Мы приступаем к вязанию Основного узора Вот мы только что с вами Провязали два ряда Которые мы с вами вяжем Только один раз Больше мы к ним возвращаться Не будем Итак Первый ряд Провязываем кромочную лицевой Две изнаночные Дальше идет рисунок Нам нужно Первую лицевую петлю Провязать скрещенную То есть мы провязываем за заднюю стеночку Вот так Дальше делаем накид Лицевая Накид Лицевая Убавка с наклоном влево Меняем стенки местами Изнаночная Убавка с наклоном вправо Провязываем две петли С наклоном вправо Лицевая Изнаночная Лицевая Убавка с наклоном влево Меняем петли Местами Провязываем как одну Изнаночная Убавка с наклоном вправо Провязываем две петли как одну Лицевая Накид Лицевая Накид Провязываем последнюю лицевую петлю С крещённой За заднюю стеночку Провязываем лицевой Дальше у нас идёт Одна изнаночная И кромочную Провязываем лицевой Вот так У нас Провязываем первый ряд Вяжем второй ряд У нас когда мы провязываем Кромочную петлю Нить находится за работой То есть за спицей Вот так Не вот таким образом А вот так За работой Провязываем Лицевую Дальше у нас идёт Лицевая В ней рисунка Потом Уже начинается рисунок Мы провязываем Где у нас На лицевой стороне Идёт лицевая С крещённая И изнаночную Нам нужно провязать С крещённой То есть мы провязываем Не за переднюю стеночку Вот здесь А за заднюю Вот так Поддеваем снизу И провязываем Изнаночной Петлёй Вяжем 5 Изнаночных Лицевая 2 изнаночных Лицевая 2 изнаночных Лицевая И 5 изнаночных И теперь снова Провязываем Изнаночную С крещённую За заднюю стеночку Дальше у нас Уже рисунок Закончен Узор Вяжем 2 лицевые И провязываем Кромочную Лицевой И получается Что мы уже Провязали 2 ряд Теперь Вяжем 3 Лицевую Извините Кромочную Провязываем Лицевой Дальше Идут 2 изнаночные Вне рисунка Вне рисунка И начинается Узор Всегда Мы будем Провязывать В узоре Первую Лицевую С крещённой Провязываем С крещённой Дальше Дальше Делаем Накид 3 лицевые Накид Убавка С наклоном Влево Меняем Стеночки Местами И провязываем Лицевой Петлёй 2 петли Изнаночная Убавка С наклоном Вправо 2 петель 2 петли Провязываем Как Одну Лицевой Изнаночная Убавка С наклоном Влево Меняем Стенки Местами Провязываем Как Одну Изнаночная Убавка С наклоном Вправо Провязываем 2 лицевые Как Одну Накид 3 лицевые Накид Последнюю Петлю Узора Провязываем С крещённой Лицевой За заднюю Стеночку Вот так Провязываем Изнаночную И кромочную Провязываем Лицевой За переднюю Стенку Вот так Что у нас Уже Получается Приступаем К вязанию Четвёртого Ряда Кромочную Провязываем Лицевой Лицевая Одна Начинается Наш рисунок Провязываем Скрещённую Изнаночную Петлю За заднюю Стеночку Вот так Шесть изнаночных Один Два Три Лицевая Изнаночная Одна Одна Лицевая Снова Изнаночная Одна И опять же Лицевая Дальше Шесть изнаночных Один Два Три Четыре Пять Шесть Вяжем Изнаночную Скрещённую Рисунок Закончился У нас В этом ряду Вяжем Две лицевые И провязываем Кромочную Лицевой Всё Четвёртый ряд Провязан Дальше Приступаем К вязанию Пятого Ряда Здесь У нас Будет Всё Поинтереснее Потому что В пятом Ряду Мы Вяжем Шишки Кромочную Провязываем Лицевой Две Изнаночные Дальше Начинается Наш Рисунок Провязываем Скрещённую Лицевую Накид Две Лицевые Теперь Берём Крючок И В следующую Петлю Которая Находится На левой Спице Вводим Крючок Споднизу Вот Таким Образом Протягиваем Накид В высоту Две Воздушных Петли Снова Делаем Накид Вот смотрите Это один Это второй Нам нужно Сделать Таких Семь Один Два Снова Вводим В петлю Три Захватываем Четыре Вводим Пять Захватываем Шесть И вводим Семь Вот так У меня Получается И Захватываем Рабочую Нить Протягиваем Сквозь Наши Накиды Вытягиваем Провязываем Одну Воздушную Петлю Вот так И как это Правильно Называется Не знаю Фиксируем Короче Нашу Шишечку И Нить Оставляем Перед Работой Крючок Заводим Сзади Петель Вот В эту Петельку Смотрите Ниже Лежащую Крючок Завели Сзаду Нижнюю Лежащую Петлю Для Ряд Так Захватываем Рабочую Нить И Вытягиваем Вот так И провязываем В ту же петлю Что была на крючке Вот так Снимаем петлю С которой мы Вывязывали шишку С левой спицы И ту петлю Что находится на крючке Одеваем на правую спицу И наша Шишечка Готова Хорошо затягиваем Затянули Вот она Дальше вяжем Две лицевые Накид И делаем убавку Двух петель Меняем Местами стенки Трех петель Возвращаем их обратно И провязываем Три петли Как одну Вот так Дальше Изнаночная Снова делаем убавку Двух петель Провязываем Три петли Как одну Поддеваем С поднизу Провязываем Делаем накид Две лицевые И снова повторяем Нашу шишечку Нужно хорошо затянуть Так Заводим крючок Снизу В следующую петлю Захватываем Нить Вытягиваем В высоту Две воздушных петли Делаем накид Это два У нас уже Накида На крючке Снова вводим Это три Делаем накид Четыре Вводим Пять Делаем накид Шесть И вводим Семь Так Захватываем Рабочую нить Протягиваем Потом Захватываем Снова Рабочую нить Фиксируем Шишечку Нить Перед работой Крючок За работой Вводим Ниже Лежащую Петлю Вот Захватываем Нить Рабочую И протягиваем Через ту петлю Что была на крючке Вот так Снимаем Петлю С которой вы вязывали Шишечку И петлю Что находится на крючке Одеваем на Правую Спицу И вторая шишка У нас уже Готова Вы можете вязать Шишки Таким способом Которые Вам более Понятны Но мне понравилось Как выглядят Шишечки Именно таким Так что пользуюсь Только Этим Теперь вяжем Две лицевые Накид Скрещенная Лицевая Узор Закончен Вяжем Изнаночную Петлю Кромочную Провязываем Лицевой У нас Пятый ряд Готов Вот так Он выглядит Вот пятый ряд Можно вытягивать Немного Меньше Накиды Тогда будет Более аккуратная Шишечка Дальше Вяжем Шестой ряд Нить За работой Провязываем Кромочную Лицевой Лицевая Одна Начинается Рисунок Скрещенная Изнаночная Дальше Вяжем Восемь Изнаночных Провязали Лицевая Снова Вяжем Восемь Изнаночных Здесь Нужно Шишки Хорошо Подтягивать Прям Плотненько Так И теперь Провязали Восемь Изнаночных Вяжем Скрещенную Изнаночную За переднюю Стенку Две Лицевые И кромочную Провязываем Лицевой Смотрите У нас уже Получается Зубчатый Край Видно Шестой Ряд Мы с вами Провязали Вяжем Седьмой Провязываем Кромочную Лицевой Две Изнаночные Вот так Это Выглядит Дальше Вяжем Скрещенную Лицевую Накид Три Лицевые Изнаночные Убавка С наклоном Вправо Провязываем Две Петли Как одну Лицевая Накид Теперь у нас идет Убавка Двух Петель С наклоном Влево Меняем Стенки Местами Возвращаем На левую Спицу И провязываем Лицевой Вот так Дальше Накид Одна Лицевая Убавка С наклоном Влево Меняем Стенки Местами Две Петли И провязываем Лицевой Изнаночная Хорошо Подтягиваем Три Лицевые Один Два Три Три Накид Лицевая Скрещенная Одна Изнаночная И Кромочную Провязываем Лицевой Седьмой Ряд Провязан И теперь Вяжем Восьмой По рисунку Как бы Лицевую Извините Кромочную Провязываем Лицевой Одна Лицевая Начинается Наш рисунок Изнаночная Скрещенная За заднюю Стеночку Потом У нас Идут Четыре Изнаночные Один Два Три Четыре Лицевая Семь Изнаночных Один Два Лицевая Четыре Изнаночных Провязываем Изнаночную Искрещенную Рисунок Закончен Вяжем Две Лицевые И Кромочную Провязываем Лицевой Так Девчонки Смотрите Уже Раппорт Мы с вами Связали Высоту Один Дальше Повторяем Все Тоже Сейчас Расскажу Вам Немного Итак Дальше Мы Начинаем Вязать То же Самое Начиная С первого Ряда С первого По восьмой Вяжем Все Так же Как я Вам Показывала Вот В этом Маленьком Образце У меня На планку Провязано Пять Раппортов Пять Раппортов Провязано Где-то Выходит Пятнадцать Сантиметров Но я Вам Посоветую Провязать Шесть Раппортов Если У кого-то Размер Побольше Вяжите Семь Или Восемь Ну вот На размер Сорок Четыре Сорок Шесть Я посоветую Вам Провязать Шесть Раппортов Высоту Вот Этого Узора Начиная С первого Ряда По восьмой Вяжем Высоту Надеюсь Это понятно Все Так же Ничего Не изменяем Про эти Ряды Вы забываете Они Вам Сейчас Не нужны Вяжите Высоту Шесть Раппортов Я сейчас Еще Провяжу Один Раппорт Высоту Потом Покажу Вам Как Поднять Петли С Начальной Стороны Чтобы Начать Вязать Вторую Часть Планки Вторую Сторону Планки Это Все Я покажу И Когда Мы С вами Поднимем Петли Вот С этой Стороны Здесь Очень Хорошо Они Будут Подниматься Потому Что Есть Вот Такие Бугарки И Мы За Них Будем Поднимать Поднимем 24 Петли Не Меньше Не Больше И Будем Вязать Такую Планку Точно Только Мы Начнем Не Вот С Этого Ряда Вязать Где Все Лицевые А Начнем Вот С Этого Где 6 5 Это Это У меня Где-то 14 15 С С Вот Провязала Да Ну Где-то Здесь Потом Подобрала Петли Провязала Нулевой С точкой Ряд И Пошла Вязать Сюда 5 Аэропорта Высоту 1 2 3 4 5 Я По Шишкам Считали Потому Что У нас В Одно Только Один Ряд Мы Вяжем Аэропорте Шишками Вот Так И Вот У меня Выходит Вот Такая Планка Допустим Примерно Вот Так Получается Когда Мы Это С Вами Все Свяжем Мы Поднимем Петли По Краю До Тела Чтобы Нам Было Вязать Тело Изделия И Вот Здесь Видно Вам Что Такой Зубчатый Ряд Мне Очень Нравится Так Вот Выглядит Планка Тоже Зубчатая Ажурная Как Б Сказать Так Что Вяжем Высоту И Поднимаем Вот Эти Петли Вяжем Уже Высоту Другую Сторону Воротника На Образце У меня Связано С левой Стороны Воротника Два Раппорта Потом Когда У нас Провязана Нужная Длина Первой Половины Воротника Нам Нужно Со Второй Стороны Поднять 24 Петли То 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 Количество Петель Которые Мы Вязали С Левой С С Левой С 24 Петли Вы Можете Поднимать Любым Удобным Для Вас Способом Главное Чтобы Было На Спице С Правой С С 24 Петли Если Вы Конечно Вяжете Таким Железом Как И Я Для Этого Нам Понадобится Крючок И Конечно Же Спица Я Нить Здесь Обрезала Которые Вязали Левую Сторону Воротника Мы Будем Подбирать Петли По Лицевой Стороне Я Вам Покажу Как Сделать Чтобы Был Вот Такой Узор Видно Что Сплошная Лицевая Гладь В Ромбе Вот Так Это Выглядит У Нас Идет Сейчас Кромочная Одна Лицевая И Лицевая Скращенная Вот Сейчас Мы Будем Поднимать Я Подхватываю Кромочную Вот За Две Дольки Вот Так Так Вроде Бы Виднее Так Вот Подхватила Я Кромочную Теперь Беру Рабочую Нить И Вытягиваю С Петли Вот Так Одна Есть Теперь Беру Изнаночную Вот Здесь Видно Продеваю Крючком Изнаночную Петлю Бугорок И Вытягиваю Рабочую Нить Вот Теперь У нас Идет Следующий Бугорок Видно Вам Вот Сюда Тоже Вводим Крючочек И Вытягиваем Рабочую Нить Вот У нас Уже Три Петли Теперь Смотрите У нас Снова Вот Здесь Бугорок Видно Да Снова Заводим Сюда Крючок И Нужно Нам Вытянуть Петлю Это Будет Конечно Сложновато Но Это Того Стоит Вас Тогда Не будет Изнаночного Ряда Вот И Снова Смотрите Бугорок И Из Него Вытягиваем Еще Одну Петлю И Так Набираем 24 Петли Вы Можете Сразу Не Считать Уже Там Дойдя До Края Там Сантиметр Пол Не Добирая Петли Вы Посчитайте Сколько Вам Нужно Еще Вытянуть Петель Вот Есть И Вот Следующий Если Сложно Можно Немного Попустить Его Потянуть Бугорок Чтобы Крючок Лучше Заходил Можете Взять Крючок Еще Меньшего Размера У меня Сейчас Крючок 1.75 Вы Можете Взять Там 1.25 Или 1. Тогда Он Будет Лучше Проходить Сквозь Эти Изнаночные Петли Ну А я Пока Что Немного Помучаюсь Зато Вам Крючок Тому Подобное Так Вот Видно Что У нас Аккуратно Получается Косичка Довольно Таки И Снова Ищем Бугорок Вот Он Немного Смотрите Если Мы Уже Набрали Какое То Количество Петель Нам Нужно Теперь Эти Петли Переснять На Спицу Я Конечно Много Нам Права Но Мы Сейчас Аккуратно Вытягиваем Крючок Чтобы Не Соскочили Наши Петли И Переоденем Их На Спицу Нужного Нам Размера Вот Так Аккуратно Вот Это Все Вот Так Выглядит И Дальше Добираем До Конца Вот Этого Ряда Итак У меня Сейчас 21 Петля На Спице Вот Так Это Все Выглядит Очень И Очень Аккуратно Вот Смотрите Будет Красиво Воротник Смотреться На Затылочной Части Головы И Теперь Мне Осталось Добрать Три Петли Вот Здесь У нас Начинаются Две Изнаночные Я С Нее Подбираю Переношу На Спицу Еще Одна Изнаночная Пусть Будет Вот Здесь Вот Так И Кромочную Еще Подниму Вот Кромочную Подниму За Две Дольки Вот Так Все У Меня На Спице Двадцать Четыре Петли Вот Все Вы Обязательно Пересчитайте Сколько Петель У вас И Теперь Мы Будем Вязать Правую Сторону Воротника Начинаем Вязать С Изнаночной Стороны Берем Спицы Нужного Нам Размера Я Вам Говорила Что Правую Сторону Воротника Мы Начнем Вязать Вот С Ряда Вот Именно С Него И Начинаем Вязать Кромочную Провязываем Лицевой Нить За Работой Потом Вяжем Две Лицевые То Есть Две Наших Изнаночных Пять Изнаночных Один Два Три Три Четыре И пять Лицевая Семь Изнаночных Один Два Три Четыре Четыре Пять Шесть Семь Лицевая Пять Изнаночных Один Два Три Четыре Четыре Пять Теперь у нас идет Лицевая Так как это у нас Изнаночная На лицевой стороне И кромочную Провязываем Лицевой Все Затянули Вот так Это сейчас у нас Все с вами Выглядит Все довольно Аккуратно И теперь Начинаем С вами Вязать Узор Начиная С первого По восьмой Ряд Повторяем Раппорт Высоту Этого Узора Столько раз Сколько Провязывали С левой Стороны Воротника То есть Если у меня В этом Кардигане Я вязала Пять С левой Стороны То И с правой Стороны Мы Вяжем Пять Раппортов Если у вас Шесть Раппортов На шесть Раппортов Рассчитана Левая Сторона То и правую Вяжем Шесть Раппортов Старайтесь Чтобы Раппорт У вас Был Закончен Потом Когда вы Свяжете Нужное Количество Раппортов Тогда Приступим Уже К формированию Регуанных Линий Будем Поднимать Петли Со стороны Где у нас Идет Две Изнаночных Я Это Все Вам Покажу А Сейчас Вяжем Все По Рисунку Как Вывязывать Шишки Я Вам Показывала Так что Думаю Не Думаю А Уверена Во Все Получится Рисунку Рисунку